Мы сегодня вдвоем вырвались назад, нашли инстаграммное кафе. Всем привет, добро пожаловать в мой новый влог, он будет такой на чиле и на расслабоне, как говорит Жиган, но в общем мы сегодня вдвоем вырвались на завтрак. Сегодня у меня будет лучше картинка и лучше звук. Я так надеюсь в том, как у меня есть оператор, покажу вам свой look of the day. Моя сумочка очень вписалась в мой аутфит, это кстати винтажная сумка. И новые кроссовки я хотела вам показать, это новая линейка The Bench, они были кстати на скидках сейчас, и она из переработанного материала, там стелька и сковорка, в общем классная сенья, мне очень нравится все, что хорошо перерабатывается. В общем мы сегодня решили позавтракать вне дома и поэтому выбрались на Хакиши Маркт, вообще изначально был план другой, мы хотели поехать в пост, там в супер розовое инстаграммное такое сладкое кафе, но я не подумала о том, что там нужно резервировать столики, мы сегодня утром туда позвонили и первая свободная резервация была на 12 дня, но это было уже как бы поздновато для завтрака и поэтому мы решили остаться в Берлине, нашли инстаграммное кафе, где можно посидеть с хорошим видом, с хорошим кофе и так сказать насладиться завтраком. И называется оно House of Small Wonder, то есть дом маленького чуда. В общем проверим, что там за чудо, я надеюсь, что там есть места, так как на сайте резервировать нельзя, туда можно только прийти либо стоять в очереди ждать места, либо уходить, там нужны тесты для этого кафе. В общем, возможно вам будет эта полезная информация, потом расскажем вам, если у нас получится туда сейчас сесть, возможно вы тоже туда сходите на завтрак, на обед или на что-нибудь еще. Судя по фото, там очень классная локация, так что пойдемте вместе и посмотрим как там. Мы зашли внутрь, на сайте написано, что здесь нельзя сделать резервации, как я и говорила, но здесь только желающих, что на улице стоят очереди просто людей. И они спрашивают, готовы ли мы ждать. Если мы готовы ждать, то они записывают этот лист ожидания. В общем нам сказали погулять полчасика и тогда для двоих заповодится место, но к сожалению места дают только снаружи. Внутри нельзя сидеть, хотя мы сделали тест, но тоже не знаю зачем. Внутри очень круто, очень стильно, все такое винтажное, вон радиоприемник старый, там сзади стоит вот этот фонарь, там вот эта лестница знаменитая, вот это фото вам покажу, как оно должно было выглядеть. Но на улице тоже симпатично, там такой симпатичный дворик, очень много людей здесь. Я надеюсь, что мы попьем хотя бы очень вкусный кофе ради того, что мы ждем здесь. В общем посмотрим, сейчас немножко здесь еще посидим, дождемся своей очереди и пойдем уже завтракать. Как вы видите, мы уже сели за столик. Как сказала девочка хостес, мы у нас сегодня lucky, удача, нам повезло, но просто мы пришли минут 10 назад, нам сказали, что нам точно ждать полчаса, но к нам подошел парень с ресепшена еще раз спросил, как наша фамилия, хотя мы были у него 5 минут назад, потом пошла девушка хостес сказала, что можете садиться уже проходить. Это было после того, как мы начали снимать все внутри, я там кое-что сказала. В общем, камера сыграла свою роль, они же не знают, сколько у меня подписчиков боятся, что я плохой отзыв оставлю о их кафе. В общем, это правильно делают, клиента ориентированность, как так сказать. В общем, нам очень повезло, мы уже сидим, сделали заказ. Я сегодня наконец-таки решила заказать мачо латте. Вообще мачо мне не очень нравится, я пила ее как-то один раз, и это было немножко болотцем отдавало, но я очень хочу попробовать именно латте, так как говорят, что он очень похож на кофе, что это очень вкусный напиток. В общем, сегодня попробуем, мы сделали так, что Валера заказал то, что я люблю. Если вдруг мне не понравится мачо латте, он возьмет весь удар на себя, и я возьму его латте обычный. Заказала свои яйца Бенедикт, которые красиво режутся. Сейчас вам все покажу, надеюсь, что будет вкусно. Так что оставайтесь со мной. Принесли на завтрак мой мачо латте. По запаху не очень, но я сейчас добавила сахарку, попробую. Может это вкусно, на самом деле. Говорят, это бодрящий напиток, и можно заменить кофе. По моему лицу, наверное, половина, что придется Валерия его пить. Слава Богу, мы заказали еще большой обычный латте. Ну, это не то, что прям совсем фу, как бы, наверное, на любителей. Если кто-то любит такие вот травяные какие-то вкусы, и вот прям там чувствуется... Вот я бьюхала Рафил сейчас. Вот это что-то типа того, только с молоком. Ну, сладенький такой, ну, нормально, в общем. Если вдруг вы хотите попробовать, попробуйте. Вдруг вам понравится, я не знаю. Давайте красивенько разрежем мы яички. Надеюсь, сейчас выльется отсюда желток, как это я хотела сделать. О, ееееееееее. О, да. Тут какие-то еще спешл булочки, там, со всякими штучками. В общем, все очень полезное. Сейчас будем пробовать. В общем, как вы можете заметить, тарелочка-то опустела. Если будете в этом кафе, заказывайте яйца Бенедикт. Они просто божественные. Все калории там встали на свои места. Там очень вкусные, свежие, горячие булочки. Они были вроде маффинов, знаете. Как маффинов, внутри еще колбаса. Отличное сочетание. И они были очень-очень вкусные, мягенькие. Сверху яйцо такое расплывающееся, которое. Соус у салата супер вкусный. Я не знаю, что это за соус. Там был и чесночок, и какая-то кислинка. В общем, это все так круто сочетается. Валера сейчас тоже попробовала, сказал, что супер. У него, кстати, была глазунья яичница и картошка. Не просто жареная картошка, а картофель-красин. Знаете, как похоже на испанский омлет. Вот мы когда были на Лансарото, то нам приносили вот такой вот омлет из картофеля, который как бы как уже запеканочка такая. То есть тоже очень круто сделано. Стоит достаточно дороговато. 13, по-моему, даже с половиной евро. Но так как это туристическое место, как бы стоило ожидать этого. Но прям стоит каждый свои копеечки. Советую, если будете в House of Small Wonder, то обязательно заказывайте эти Бенедикты. Они прям супер вкусные, прям советую. И их прям хватает объесться. Я вот уже половинку последнего Бенедикта не осилила. Так что лайк. Как и выяснилось, вот эта вот лестница, которую он показывала, она вообще не в этом локейшене. На сайте я видела, что один из филиалов этого кафе закрыт. Причем на постоянной основе. Но я думала, что закрыт тот филиал, где нет лестницы. Мы подошли к девочке хостес, попросили сделать несколько кадров. Она сказала, что я с удовольствием бы, но локейшен с этой лестницей закрыт. И она не здесь, оказывается, находится. Но внутри все равно очень красиво. Очень жаль, что там закрыто сейчас. В общем, несмотря на это, все равно советую вам сюда сходить. Но она сказала, что, возможно, позже тот локейшен будет открыт. Так что можете посмотреть в интернете, и, возможно, вы попадете именно туда. Но здесь было очень вкусно и очень приятный персонал. Все очень были милые, услужливые, несмотря на очередь. Сейчас даже на улицу вытащили уже столики, потому что людей просто тьма. И все готовы даже сидеть уже здесь. Видимо, те люди, которые ходят сюда постоянно, их просто интересует именно еда. Так как она здесь реально вкусная. И они готовы сидеть даже вот возле дороги. В общем, я довольна нашим походом на завтрак. Я очень вкусно поела, провела хорошо время. Пойдемте дальше. Сейчас мы хотим, раз уж мы находимся на Хакишемарке. Я вчера смотрела тикток. И видела, что здесь открылся новый хаундэм. Хаундэм хоум, по-моему. Но в чем фишка, это не просто обычный магазин хаундэм. H&M, как вы привыкли. Это не просто H&M, который с вещами обычный магазин. Нет, он классный, он новый, он большой. И сзади этого магазина есть такая классная веранда террасы, где можно просто выйти, посидеть. Ну, там нельзя пить и есть, конечно. Но, судя по видео, там очень красивенько. Я видела, что в Испании есть такой же H&M. Так что сейчас тоже хочу посмотреть. Если получится, то я что-нибудь там вам поснимаю. Так что пойдемте посмотрим. Мы подошли к H&M и я думала, что там просто терраса сзади и можно выйти и посидеть, отдохнуть от покупок. Или мужчины там могут подождать своих девушек. А оказалось, что это прям кафе. Можно купить что-нибудь или подумать над покупкой и заказать себе кофе. Вот тут прям есть такое меню. Кстати, очень даже бюджетненько. Капучино стоит 2,50. Американов евро 80. Так что можно с пользой провести время с удовольствием, так сказать, покупочки сделать. Это, насколько я знаю, H&M Home вместе еще и с одеждой. То есть там и вещи для дома, и просто одежда. Так что пойдемте посмотрим. Снимать в магазине, наверное, нельзя. Но по-тихому можно. На телефончик. Значит, пошли. Классное место. Я здесь никогда не была. Но здесь целые вот прям, ну можно вот всякие штуки делать. Интересные половины того, чтобы покупать одежду. Здесь можно по пятницам сходить на йогу, забронировать себе. Бесплатно заказать себе персонального стилиста. И еще скидочку получить на одежду. Как тут круто. Ну там, по крайней мере, наверху было написано, что сделайте свой личный шоу. Ну тут, видимо, какие-то еще подиумные продаются экземпляры, которые реально нельзя найти в других магазинах. Смотрите, какие. Прям такие вот. Смотрите, какой парень. В обычном еще дыма бы нет. Помимо обычных примерочных, здесь есть еще вот такой вот шоу-рум, где такие достаточно экстравагантные наряды. Вот, например. Вот такое платье. Или там Даша с перьями. Вот висит зеленое очень красивое платье. И они их дают на прокат. Мне кажется, очень круто придумали, так как такое платье мне может понадобиться один раз в жизни. Взять его на прокат и потом отдать, чтобы оно дома не висело и не болилось. Также здесь есть аксессуары, которые тоже можно взять на прокат. Посмотрите, например. Какие очки? Я так понимаю, это все-таки дизайнерские коллаборации H&M. Вот такие, например, очки можно взять на прокат. Там какие-то бутсы прям такие аглии стоят. В общем, классно придумали. Я бы не ожидала H&M. Молодцы в этом плане. У них всегда очень крутые коллаборации, какие-то идеи. В общем. Для какой-то тематической вечеринки он, мне кажется, тоже крут. Коктейль-дресс. Вот это вообще мне очень нравится. Я бы даже его просто хотела себе. Ну, это, конечно, это тоже на мероприятия. Он не год, на свадьбе. Сейчас, кстати, зеленый. Очень актуальный. И мне кажется, он очень красивый будет встретиться. Там супер много слоев. Некрасный. Это еще плюсик к карме H&M. Они продают за Оржинайл. Это вообще очень круто, потому что она всегда распроданная. Только недавно искала вот этот вот тоник. Он суперкрутое. Что-то доходный. Здесь он есть. Я его сейчас себе куплю. Чудесно, правда? Здесь все, есть все, что я люблю. И кислота, кислота молочная. И не лауроновые. Это более вот тоник. Круто. Они прям сделали классную такую кафешку. Особенно мне нравится тут вот теплица, где девочки сидят вот прям на ковре босиком. Здесь такие минималистичные столики стоят. Внутри магазина прям можно купить кофе. Вот. И посидеть здесь отдохнуть. Прям мне очень нравится эта идея. Мне кажется, эта идея понравится всем мужчинам, которые заставляют ходить с девушками за покупками. Они будут тут сидеть целый час, кайфовать, а женщины будут покупать себе вещи. В общем, маркетинг H&M работает на ура, я так скажу. Они, как я уже говорила, делают крутые коллаборации. У них недавно с Ли была коллаборация со всякими разными блогерами. Они делают вот такие вот крутые кафешки. Я не знаю, в чем магазин такое есть. Ну, по крайней мере, я не знаю. Шоурум такой сделали с прокатом. Классных платьев, которые не нужны в обычное время в жизни. В общем, я советую. Здесь есть очень крутые стильные вещи за неплохие деньги. И никто даже не узнает, что это H&M. И, плюс еще, меня очень радует их стремление к переработке. Они принимают вещи на переработку, дают скидки за это. У них очень много продуктов сделанных с переработанного материала. У них есть целая линейка. В общем, мне очень нравится стиль H&M. Мне нравится, как они работают. Мне нравится от них реклама. В общем, все они делают правильно. Уютненько. Вообще, это чудесный район. Здесь очень много уютных кафе. Много магазинов. Телетическое, конечно, место. Сейчас решили дойти до Хакских дворов. Там очень круто, красиво. Мы там делали небольшую сессию. Там можно делать классные фотки. Так что сейчас вам немножко покажем. Нам тут совсем близко и недалеко. Мы даже пешком будем. Мы еще не будем брать. Здесь очень смешно. Ты понимаешь, что это значит? Я здесь набрела на один классный сувенерный магазинчик, и там была очень красивая открыточка. Прям я в нее влюблена. Посмотрите, как она красиво сделана. Я даже не удержалась, ее купила для вас. Будет такой небольшой розыгрыш. В общем, все, что вам нужно сделать, это поставить класс в этом видео, подписаться на мой канал и оставить любой комментарий, какой хотите. Абсолютно. Желательно, как с вами связаться, то есть не по инстаграме, либо почту вашу, чтобы я могла потом вам написать. И после этого видео, через неделю, вы узнаете, кто заберет эту откиточку прямиком из Берлина. Так что не забывайте подписываться, ставить класс в этом видео и писать ваши комментарии. Всем удачи! Красиво здесь. Но это не самый мой любимый двор. Есть, конечно, красивая лестница, там немножко красивые постройки, но там много магазинов, всякие кафешки. А вот дальше там более интересные дворы. Пойдемте туда уже свои. Здесь намного интереснее. На стенах здесь разные граффити, и они меняются. То есть старые закрашиваются, приходят новые какие-то художники и рисуют свои граффити. Здесь Даня очень интересная, и мы там Джерли Чапли, и Бэтмен. Там была очень красивая картина, может быть, и она осталась. Здесь можно не только просто полюбоваться картинами, если вдруг вы не очень любите такое искусство, то здесь очень классные фото можно сделать. Я люблю искать всякие крутые локейшины для того, чтобы сделать фотосессии, и здесь так как очень яркие стены, вот эти флажки разноцветные, просто можно такие прям стрит-фото сделать, очень крутые, так что на замене школьницы. Когда мы были здесь последний раз, была еще пандемия в Сан-Баскарии, были вообще все закрыты флажками, и вот эти вот ворота, вот эту дверь, они были просто закрыты, и дальше вообще нельзя было идти. Еще продолжение? Мы сейчас случайно попали, мы гуляли по дворе, вот на этом факском, и случайно попали на интерактивную выставку, здесь можно все трогать, делать какие-то штемпели, и сейчас я специально для вас делаю штемпель, и тоже разыграю его вместе с открыточкой, так что продолжайте, смотри, и вот такая же штука, и... Ну как? Ну приятный звук такой... Ну что же, это конечно современное искусство, что нам не понять. Сейчас будем делать штемпели. Сейчас будем делать штемпели. Сейчас будем делать штемпель. 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 Подождать, когда она высохнет, и можно еще подставить всякие сцены. Такое у меня тоже все получилось, шахматная доска, древо жизни, конь, корона, еще современное искусство, непонятное и модное, очень. Буду заканчивать на этом свой влог, надеюсь, что вам было интересно посмотреть на такие специфические, интересные места в Берлине, особенно вот на этот двор. И нам очень повезло побывать на этой выставке, на которой я сделала для вас вот такую вот картину своими ручками. Поставила штампики, она заряжена на позитив. Здесь, кстати, есть штемпель культурного деятеля, в честь чего вообще эта вся галерея и вся эта выставка сделана. Он там пропагандировал модерного искусства, современное искусство, и как бы эту картину сделала я, но его штамп здесь стоит, и тем самым его все будут знать и знают. В общем, к чему я это все? В этом логе я хочу разыграть вот эту вот классную открыточку. Эта открыточка отправится к победителю, вот этой вот моей картиной. Это будет частичка такой значимой выставки у вас дома. Можете потом ее ставить в рамочку, мне кажется, она очень круто, может касаться в какой-то современный стиль дома. В общем, я думаю, что это достаточно круто, так как это прямо из сердца Берлина. Я лично для вас сделала с пометочкой культурного деятеля, очень известного. Так что все, что вам нужно сделать, это подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, написать любой комментарий, какой только вам хочется. Желательно оставить вашу почту, либо ваше имя, ник в инстаграме, чтобы я вас потом смогла найти и отправить вам ваш выигрыш. В общем, ничего сложного нет. Если хотите, участвуйте. Я желаю всем большой удачи. Этот подарочек я отправлю в любую точку мира, то есть участвует не только Германия, но и Россия, и другие страны, откуда вы меня смотрите. Так что подписывайтесь, ставим лайк. Не забываем оставлять комментарии. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok